дорогие мои это видео будет может быть немножечко шокирующим или самым шокирующими всех моих видео но это мой опыт поступления в немецкий вуз все без розовых очков и многие думают что где-нибудь за границей в германии здесь все падает с неба и не знаю деньги золото что мы здесь живем вообще шикарно но все без розовых очков моя история да здесь я делюсь своим опытом ошибками если бы я знала допустим эту систему до чтобы я могла избежать и также хочу поделиться с вами советами да если вы досмотрите видео до конца что-то вы уже возьмете для себя сейчас я говорю это все спокойно потому что это все пережито ну три года назад конечно я об этом говорить даже и не могла я не могла даже мечтать или себе представить такая ситуация произойдет именно со мной и так сказать в германии как такое вообще может произойти итак мое поступление в немецкий вуз без розовых очков я получила визу студенческую визу на обучение немецкого языка здесь германии я поступила в частный университет так сказать я приезжаю в этот университет вообще программа что на два семестра осенний семестр и весенний семестр я не хочу сейчас точно собрать сколько стоит обучение где-то один семестр 5000 евро по моему вот что-то вот в этом районе да вот и я просто точно помню что курсы у нас были пять дней неделю с девяти утра до по моему до 2 до 3 часа по моему это 12 до часу наверно и два раза в неделю нахме так были занятия то есть после обеда по моему по полтора или по два часа вот и так я приезжаю уже заезжая в университет сам он располагается не в городе и даже не за городом а за 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 городом очень далеко в лесу так сказать и ничего нет абсолютно ничего нет ну и я подхожу к начальству да мне надо куда-то расположиться и мне начальник кто отвечает за размещение студентов говорит что олеся на данный момент все занято хотя это был середина сентября да и я самая первая из всех студентов подавала заявку сама первая платила выслал документы на обучение этой программы и я подавала чтобы я жила одна в одноместном в одноместной комнате до 1 вот и он мне говорит на данный момент пока все занято нет мест и как только освободится место мы тебя поселим в тот номер который ты заказывал до который я уже оплатила и сейчас ты поживешь девочкой она из америки и будет тоже делать курсы немецкого языка ну я человек себя так считаю со стороны открытый дружелюбный я подумала ну здорово будем с ней общаться подружимся с будем немецкий практиковать вместе да я без проблем вот ну это думала только я я себе не могла даже такое представить что могло произойти заезжает ну я расположилась так у нас у каждого свой шкаф стол письменный что-то ну кровать в общем мы с ней как бы вдвоем окей ладно это девочка вы знаете я слышала что американцы боги я ни в коем случае никакая не расистка я люблю всех людей независимо с какой страны дать человек но я это только слышала в россии вот но здесь германия увидел это воочию лицом к лицу вот заезжая девочка это моя девочка эта девочка была в домашнем обучении там в америке у нее есть сестра вот они с ней вдвоем и в итоге ситуация была началась началась я думала как-то можно это решить но это никак не решалась ситуация была такого что девочка она настолько эгоистическая эгоистка да что все только для нее и ей неважно ночь это не ночь хочу я спать не хочу она жила ночную жизнью днем она на занятия не ходила и ну то есть у нас там начались не стычки нашла коса на камень да так сказать я старалась с ней поговорить да она абсолютно меня не слышала не понимала ну у нас не начались уже на самом деле серьезные скандалы что уже соседи начали жаловаться на нашу комнату у нас в ней были скандалы просто по ночам да по ночам где на там ходит туда-сюда нашу комнату не закрывает у нас там тоже потом вырывались там но я говорю как так у нас ну документы все мы личные вещи да в этой комнате как так можно пойти и не закрыть комнату ну в общем всякое было на ситуация не решалась я уже подходила к нашим учителям я писала письма я подходила к начальству не тоже там кто работает в этом отделе из размещения просто подходил к начальнику ему писала письма ему говорила что у нас ситуация с девочкой я просто не могу жить я не могу спать я не могу учиться меня никто не слушал и не воспринимал все всерьез на нас жаловали соседи наши студенты по ночам одни скандалы да абсолютно абсолютно и дошло уже эта ситуация до защиты в общем-то ситуацию знали все в университете абсолютно все и эту ситуацию знал даже канцлер университета но никто ничто не предпринял значит про сами курсы языка сами курсы языка были я хочу сказать у нас было там сколько по моему трое двое преподавателей я лично это лично мой опыт и май мое мнение точка зрения курсы языка были нулевыми вот эта группа американцев у них была такая же программа что у нас то изучение немецкого языка но у них более дорогая вот это вот программа несколько допустим дней они могли выезжать и могли просто путешествовать и не знаю по европе там по германии со всеми как экскурсии проводили для них да когда они куда-то уезжают то у нас у всех нет занятий мы просто ничего не делаем хотя мы заплатили деньги и ждем вот это мне очень не понравилось хотя я понимаю что это и что это все им оплатили спонсоры да им язык не нужен абсолютно для них это просто получить визу чтобы попутешествовать итак я я значит здесь и мой язык немецкий абсолютно никакой да я по приезду в германию да вот в этом университете чтобы нас поделили по группам кто на каком уровне языка да и написала хорошо тест и написала на на а2 я занималась немножко в россии я но я не скажу что у меня был а2 нет у меня была какая-то грамматика чуть-чуть словарный запас чуть-чуть но на а2 я абсолютно ну я не владела а2 но у меня поставили на группу а2 мне надо было дальше продвигаться вперед я говорю что я не могла на а2 говорить и у нас как так как они американцы у нас все было на английском языке абсолютно все если преподаватель что-то объяснял туда что не понимал они это объясняли могли много на английском языке и когда они что объясняют английском языке только тогда что до меня доходило в мою мозгу так я тяжело очень я нахожу эти курсы языка абсолютно никакими я была в таком я не это даже легко сказать душевное расстройство и в этом роде абсолютно в таком отчаянии да я у нас было тогда что 600 евро в месяц это были только курсы языка и также надо посчитать плюс съем этого жилья питание страховка в общем куча всего-всего-всего я не могу точную сумму сказать в месяц сколько сколько уходила но около тысячи наверно уходила да в общем это какие-то страсти мордасти и я просто в шоке вот это вот все продолжалось три месяца я уже думаю что это все я абсолютно брошу эти курсы языка вот эти мои пять тысяч евро за этот семестр на ветер я вот просто не сейчас жутковато становится так когда я пересчитываю но опять же для немцев 5000 германии это тоже деньги это это но это немалые деньги да ну а если рассматривать точки зрения что я жила в россии да я сама это все зарабатывала училась сама снимала жилье сама я планирую свой бюджет сама да и и ну экономила на многом да для меня это дох это большие деньги и спустя три месяца абсолютная ситуация никак не выравнивалась и просто однажды ночью получилось так что я думала что она мне просто уже задушит девочка вот честное слово мне было не знаю мне страха нет но у меня уже появился страх что она реально мне уже скоро задушит это психически больной человек я всем дудил отрубила учителям и всем 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 и канцлеру в общем и писала письма но 0 абсолютно zero 0 и вот в один из вечеров уже так сказать ночь была пол одиннадцатого вечера я понимаю что я даже ночевать не могу я даже не могу остаться в этой комнате хотя мне учителя знаете говорили там знаете сплетни уже пошли там между там девочками сплетни типа ну может быть я говорила если может быть ты пойдешь нашу комнату жить а я говорю почему я должна кому-то со своим матрасом идти в комнату жить я говорю вы чё я чё какая-то собака что ли я плачу сама за минуту никто не платит да вот эти деньги или университет не предоставляет то что что и заплатила да кому-то идти ночевать я в общем у меня уже не было выбора и я пошла к одной из женщине ну одной женщине которая работает в этом университете она русская немка я это было по 11 вечера и переизвинилась и говорю у меня просто уже вот так вот трясло да я была вся красная ну может быть сейчас это легко слушать но когда ты живешь с психически больным человеком три месяца я не могла не спать я не спала я уже не могла есть я не могла уже не пить воду я просто была не знаю вся бледная белая была ну вот все уже на исходе я уже чуть ли не сама психически больным человеком стала трубю во все трубы и мне никто не слышит никакой помощи абсолютно нет и только когда она веком реальном состоянии я была она конечно только единственная из всего университета кто попросил у меня прощение кто на эту ситуацию никак абсолютно не отреагировал я понимаю что есть абсолютно не хочу оставаться вот в этом во всем кошмаре и я не буду в подробности вдаваться до нашла курсы языка также это было значит у нас середина декабря они не назначили тоже термин дату чтобы я написала у них тест они праве смотрели мой тест на каком я уровне и у них программа начинается с середины марта b1 то есть весенний семестр это тоже курсы при университете но это не частный университет весенний семестр b1 b21 и дальше мы пишем тест окей и кстати эти курсы намного намного дешевле чем вот в том частном университете я еду в этот город я тут же думаю мне надо написать этот тест чтобы я подтвердила свой а2 чтобы мне там взяли на b1 потому что я полностью в таком состоянии была я знаю что я на а2 я не знаю вот и все это время я буквально несколько дней я просто взяла себе в руки и я там в поезде везде эти письма как пишутся письма грамматику слова все 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 смотрела повторяла и я пишу тест мне подтверждаешь ты написал на а2 не было так рада и счастлива что все меняется моей жизни что я буду там изучать немецкий язык дальше и пишу я письмо в точности что я все закрываю контракт абсолютно все до чтобы они мне выплатили хотя бы оставшуюся часть денег то которую я не использовала вот я уже не говорю никакой моральном ущербе да ну вот смотрите ребята мой моя ошибка моя первая ошибка это писать надо писать письма надо что я и делала звонить рубить надо но я знала что также есть подать германии в суд это очень дорого стоит должна была сама платить если допустим у нас россии да я подавала суд и вообще за счет чего дать процесс за счет мы как налогоплательщики мы платим налоги да это все у нас так сказать за счет налогов то здесь ты должен платить и это очень большие деньги я понимала что там адвокаты все такое я это просто не потяну когда такие ситуации сами происходит какую-то вы видите несправедливость вот это опять же я никакой эту систему не знала здесь есть я думаю что в каждом городе есть так сказать группы здесь очень много приезжих до вот с этой сирии очень много беженцев ну и там с разных стран беженцев есть те кто на добровольных начала помогает людям вот например много вот этим беженцам да с документами какие то есть вопросы обращайтесь вам помогут бесплатно я об этом вообще не знал я могла бы там спросить посоветоваться да с адвокатом как что мне поступить в как метод действовать я могла бы вот эти не знаю деньги выиграть да еще могла бы материальный моральный моральный ущерб до запросить поэтому когда вы приезжаете в другую страну в другой город ищите контакты ищите вот эти даже если у вас все хорошо ищите вот эти вот группы кто на добровольных начала кто знает все законы этой страны кто бы вам мог чем-то помочь до подсказать документами законами и так далее вот я значит пишу туда в универ что я все закрываю контракт я буду учиться другом стете все такое я конечно вся в шоке и еду в визовый центр туда где я училась я жила в том районе где берлин вот мне говорят что ты должна сначала я говорю вот так вот такая ситуация меняю университет я переезжаю другую землю здесь германии не говорят что я должна покинуть германию ехать в россию и только тогда ждать новую визу другого университета вот видите что многие думают что вам все говорят говорят в этих самых даже в визовых центрах до больших больших не знаю кругах на часть не верьте абсолютно никому проверяйте сами всю информацию вот это мне научила германия ну хотя я не была такой в россии да но когда когда ты проходишь вот эти все процессы ты ты не знаешь всю информацию я думаю о что мне делать у меня опять мозгах возвращаться в россию мига ты сначала есть лучше в питер и там рассматриваются подачи документов и виза это все намного быстрее у меня опять эти боли в голове возвращаться в россию потом сколько это будет виза рассматриваться да туда-сюда мотаться и дадут не одобрят не одобрят визу да я возвращаюсь опять тот город я должна была уже очень ну должен был буду как бы должна буду учиться курсы языка вот мне говорят там совершенно другую ситуацию нет ну как бы они пошли на встречу что мы тебе поможем нет абсолютно не возвращайся у меня виза ну еще была виза пока ты оставайся на этой визе даже то что я уволилась так сказать университета закрыла контракт мы тебе продлим визу окей и вот это все время что я вот середины декабря до я уволилась того месте это закончила все закрыла и в новом университете у меня должна быть уже с середины марта то вот виза курсы языка должны были начаться это конечно большое исключение уже все дедлайны тот срок подачи документов был завершён это была программа малазийская программа где ребята из малайзии приезжают сначала обучаются немецком языку только потом поступают здесь германии обучаться да для меня сделали большой я очень благодарна этим людям ребята бывают на самом деле много добрых людей которые даже несмотря на все исключения готовы вам помочь пойти на встречу вот и все это время получается я до середины марта до начала от этого b1 я занималась живя здесь германия искала репетитора репетиторы очень дорогие здесь ну даже русскоговорящие но здесь германии очень дорогие и я нашла репетитора в россии но опять же я вот занималась репетитором из россии чтобы она мне хоть чуть-чуть помогла мне да с грамматикой я что-то понимала да какой-то за словарный запас у меня был но опять же там я была считать три месяца и у меня было все на английском языке абсолютно все я даже с того унистета когда ехала сюда в баварию да мы познакомились с девушкой мы с ней общались на английском языке она немка она мне спросила то ну а ты откуда вообще вот я говорю как ты думаешь она сначала слушай ты с америки огурнет ты из британии огурнет а ты откуда я за стену так удивилась очень мой английский вот там живя с американцами все на все вот в этой каши до варилась хотя я думаю как так я почту такие деньги за курсы языка языка немецкого 0 абсолютно но только все на английском языке вот так что я занималась это все время с репетитором немецкого языка и прибыв уже на эту программу начав уже эту программу с молодец им не было реально очень очень тяжело вы понимаете сами до 4 месяца было обучение середина марта до середины июля b1 b21 но кто понимает немножко представление имеет немецкий язык это не такой легкий простой как допустим английский язык немецкий язык до грамматика очень сложная артикли и так далее вот и язык требует это процесс язык требует времени и эти ребята многие ребята из малайзии кто-то уже прошел курсы там языка кто-то уже прошел интенсивный курс c1 только один c1 был у них год интенсивный c1 и они быть что там уже не мутаж про хода как это конечно не носитель языка но уже приближенную уже все 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 для меня было очень-очень все тяжело если даже какой-то мы текст разбирали то какие-то новые слова записывали да по этой по определенной тематике если там они записки слова то леса записывала чуть ли ну много много слов намного больше чем они но я конечно старалась также и вообще здесь германии проблема не проблема но лично это мой опыт тяжело очень найти с кем можно было бы потренироваться вот лично в этом маленьком городочке не я жила опять же мне не было столько много знакомых да здесь уже знак друзей чтобы кто-то бы мне помог с немецким языком вот много русскоговорящих но вы знаете это было опять же автоматом все давай по немецки все да да давай давай и это все равно все на русском языке как бы вы ни старались лучше уже точного что вот он никто не говорю на русском если вы хотите немецкий язык улучшить какой-то язык не говорите вообще на своем языке мне во вторых было очень сложно с моим английским в первую очередь то это я читала до вроде бы читаю по немецки но с английским акцентом вот и у меня тоже познакомилась девочкой она попросила помочь ну это через знакомых так сказать мы познакомились не подружились она должна была сдавать но она русская немка на здесь давно живет должна была сдавать экзамен в университете до английский язык она попросила чтобы я помогла подготовила ее сдать ягоды не помоги пожалуйста с немецким языком хотя бы что то чуть-чуть так вот поговорить какой-то не знаю разговорный очень сложно найти она что-то говорит мне чуть-чуть давай игру все давай без всякого русского языка она вот русским языком владеет я бы давай все только немецкий но опять очень сложно автоматом переходишь вольно-невольно что начинаешь рассказывать на нем на на русском языке вот поэтому ребят кто хочет реально улучшить свой язык лучше избегайте вот чтобы было ну вот у русского абсолютно избегайте вот и что я хотела еще сказать по поводу вот этих курсов вот эти курсы я нахожу очень классными там были высоко квалифицированные педагоги они нам давали очень много зданий очень много было с 8 утра по моему до часу намного больше часов и даже дешевле и также были у нас занятия после обеда но это было и голубом по европам это реально голубом по европам на эти четыре месяца b1 b21 но это просто это просто нереально вот это очень тяжело вот но я очень благодарна этим учителям я очень благодарна всем за поддержку когда находилась в том университете да я была настолько подавлена этой ситуацией и и да я у меня в ноябре день рождения когда я получила куча куча сообщений звонков от моих друзей которых я даже не ожидала да и в россии там с азии отовсюду с америки меня мы друзья поздравляли до наше наше начальство с моей работы много поздравили там с англии я вот вот эти посылы добрые посылы добрые слова они так меня поддержали вот в тот момент несколько дней прям чувствовала что я просто парила я у ребят вот поддержка очень много значит в какой бы вы ситуации не были никогда не отчаивайтесь это я сейчас говорю спокойно а тогда я была знаете с нервным срывом я была просто шокирована мне было настолько больно горячо не знаю как это сказать это получается я ну так сказать грубо говоря полмиллиона или больше даже на ветер и что я получила и получила ноль я получила нервный срыв я просто подорвала свое здоровье ситуации бывают разные никогда не отчаивайтесь идите вперед а вот ищите людей вот эти добровольные группы которые могли бы вам чем-то подсказать помочь вот и да может быть это шокирующее видео но это к сожалению мой опыт но и на самом деле вот эти трудности нас закаляют она здесь они делают нас сильнее и не прожив этот путь я бы не была такой как сейчас да но многие можем кого-то осуждать или винить не знаю но не прожив этот путь сами путь этого человека что этот человек пережил мы не можем так судить понимаете это на быть надо быть реально тогда как сказать вот в этой тарелке в этом сапоге этого человека чтобы прожить его путь поэтому немцы говорят ему позитив дэнкин да мы стараемся до всегда быть на позитиве думать позитивно но жизнь это такая штука что бывают взлеты бывают падения бывает всякое но опять же вот эта моя ситуация это большое исключение это реально это просто для меня самой что такое может германии произойти такое даже наверное в россии может не произойти да но да никогда не сдавайтесь идите вперед и эта ситуация мне раскрыла глаза на многое я просто уже совершенно смотрю мир по-другому я нисколько не озлобилась я наверное еще больше полюбила людей и это все нас закаляет делает сильнее делает нас добрее поэтому я уверена что вы достигнете большего на том месте где вы находитесь ваши мечты вы силах сами осуществить поэтому самое главное never give up никогда не сдавайтесь идите только вперед